ну вот смотрите лада подъезжаем в логово врагов по адресу город тюмень улица чекистов 31 едем вот сейчас резинку менять или не знаю что они там будут делать но в общем вода бежит салон нам с машины чтобы делать как это будет я уже наперед знаю что вот эти вот чекистов 31 ничего не сделают лучшем случае отправят меня на другой день а вот по большому счету вот нет здесь профессиональных работников очередной раз в этом не убедился когда последний раз у них месяц назад был по этой же теме ничего не сделали вот прошел месяц опять начинаю заниматься этими вопросами генеральный директор тут какой-то непонятный пробиться к нему на прием невозможно такое ощущение что бог какой-то бог где-то вот он здесь обитает этот бог никто его не видел как он здесь руководить как он здесь командует он постоянно в командировке то у него рабочий день закончился кто к нему нельзя то он занят ночи бог 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 который существует на мои деньги и на деньги таких как я ну ладно пошли оформляться дальше будет видно загоняем машину на мойку он моется сразу же чтобы исключить все противоречия проверяем ну вот видите на все сухо здесь у меня вот сейчас посмотрим что будет после мойки здесь тоже видите все сухо никаких вопросов нет сейчас специально попрошу мойщика чтобы он лобовое стекло ну более тщательно так скажем помыл чтобы уже определить справа или слева основная течь воды машина обратил внимание вот помыл машину работник автоваза и брызговики грязные вот смотрите видно вам не видно вот видите грязь висит тогда еще дальше под левым под левым порогом тоже самое вон она грязь видите вон она рублей 300 возьмут человека я уверен в этом работнички ох и работнички сейчас мы и будут еще также мыть тяп-ляп но это бренд автоваза работать на тяп-ляп но все помыли мне машину хорошо так полили резинку и момент истины все посмотрим что у нас там пока обтекает что у нас здесь творится так так здесь у нас сухо так это че такое это какие-то жирные потеки я не знаю что то такое ну а тут вот вода чуть-чуть но это явно не слабого стекла это где-то сбоку так 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 тут сухо даже странно немного так здесь видите влажно с этой стороны вот видите здесь вода попадает блин а блин даже не знаю что делать вот раньше вот там вода была сейчас вот здесь вода ну ладно поехали пускай снимают лобовое стекло ну в общем с автоваза плавно перемещаюсь в леруа берлин предложили мне работники автоваза компромиссное решение так как они боятся при демонтаже стекло повредить ну а повреждение стекла это однозначно замена также они сто процентов говорят что они вот эту вот полоску которую я крепил сверху до тонированную ее однозначно повредит работник при снятии стекла и вот они предложили мне силиконовый герметик по бокам загнать я тут приду посмотрим очень силиконовый прозрачный для внешних работ вот сейчас найдем его и там включимся не могу пройти мимо какой-то неизвестный фирмы холодильник 51700 маленький достаточно холодильник достаточно бюджетный снизу всего три отдела 51 1700 манфелд какой-то вот что значит доллар по 100 рублей и выше ну в общем либо вот такой вот герметик либо вот такой вот герметик хотя вот консультанты вот не поясняют что вы зря заморачиваетесь наверно у вас ничего не получится я даже не знаю кого и слушать ну послушаем представители автоваза ну все приехал я с автоваза домой разависал я на автовазе четыре с половиной часа в общем использовали ли они вот такой вот универсальный герметик силиконовый вот такой честно скажу сам еще сейчас резинку не смотрю что вместе с вами пойдем посмотрим обратил внимание что 10 все криво косо как всегда все нужно самому доделывать люди значит за герметик я заплатил 415 рублей наглеть они конечно не стали да и со мной такое не получается 385 рублей за мойку и работы ну плюс транспортные расходы там бензин да ну где-то в районе тысячи рублей ну пойдемте посмотрим что они мне сделали что они мне сделали ну тут не посмотреть андрей который мастер который работник автоваза он показывал что силикона чуть 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 видно значит вы будете меня ругать что я согласился на такой вид работ они должны были снимать стекло и так далее в общем вот этот вот андрей он побоялся снимать стекло потому что у них уже были случаи когда при демонтаже стекла а нужно еще панель же снимать стекло просто тупо лопнуло значит еще попросили меня сутки чтоб подсохла чтоб вода не попадала она машина стоит на паркинге я думаю с этим проблем не будет ну в общем поездим посмотрим если честно я был удивлен когда после мойки здесь вот воды было немного вот видите тут даже есть все таки было немного вот там капельки до этого где-то за три недели я силиконовую смазку туда загонял силиконовую под давлением и хорошо по паркингу погонял машину там где спуск подъем крутой возможно где-то уже резинка сама села но сейчас они силиконовым герметиком все проклеили возможно проблему идет но не знаю не знаю получается герметик все-таки резинка получается при спусках и подъемах она ходить не будет она сейчас уже просто приклеится может я конечно ошибаюсь не знаю ну напишите в комментариях что вы по этому делу думаете очень посмотрим посмотрим так не на автовазе сказали что если будет все-таки вода попадать тогда уже деваться некуда будем снимать стекло и все-таки пообещали по гарантии это сделать то есть за бесплатно так так что еще вам сказать что он еще сказать ну то что вот когда будут снимать стекло вот эту полоску ее придется снимать можно конечно снимать но она будет поврежденная вот так вот вот такие вот дела целая проблема блин с этими стеклами ну почему на старых то не было ну опять же вот работники ругаются да что вот эта резинка она без разреза под эти в общем резинка идет без разреза под водостоки вот здесь вот разреза сверху нет но у старых них разрез был они тоже ругаются по данному поводу зачем на автовазе это дело изменили кстати был свидетелем как выдавали новую бронта зашел такой я бы сколько стоит антики так уже купили типа ягу ну мне просто интересно они такие миллион сто семьдесят пять а я новому хозяину показываю вот видите у меня вот верхний рычаг здесь да и отбойник видите какое расстояние она бронта вот этого расстояния вообще нету там верхний рычаг просто лежит на отбойнике если честно я даже не представляю как эта машина передвигается миллион сто семьдесят пять покупатели такие о нифига типа действительно а чё так я им говорю так у вас еще есть время отказаться от машины но они отказываться не стали купили короче уехали больно это бронта это я не знаю там я предполагаю что там шрус по максимуму вывернут который идет до от коробки нет коробки от моста и на само колесо я предполагаю я не знаю вот сколько у бронта вот подвеска может прослужить там пять десять тысяч это делая их не короче я их предупредил еще так вот сижу наблюдаю два пенсионера приехали у них такая же него как у меня ну только старенькая и летная на уже у 10 и подходит к ним работник автоваза вот у вас надо менять шрус видимо правое колесо и надо менять полностью ступицу вы долго ездили там у вас все разбило сколько стоит много ступица там что-то три с половиной плюс шруса там плюс работа тогда ну год восемь с половиной тысяч надо они такие стоят эти пенсионеры но тут им уже ну седьмой десяток у хозяина него такой вот уже слуховой аппарат науки они где-то где мы возьмем вот эти восемь с половиной тысяч работников товаза стоит такой ну вот нет чтоб сказать давайте мы вам скидку там да как пенсионерам сделал нифига просто стоит на них эту посмотрим вот знаете испанский стыд вот испанский стыд вот старые люди старые люди вот до чего все-таки наше государство наплевательски относятся к пенсионерам вот у них как была пенсия 200 долларов допустим 90 и там до в конце 90-х двухтысячных так она и сейчас 200 но максимум 250 долларов ну вот как жить вот на эти деньги вообще а коммуналку заплатил таблетки купил бы поехал старенькую него отремонтировал и сиди голодом понимаете сиди просто тупо голодом ну вот при мне приехал сын там им деньги привез ну это вообще ну просто ужасно вот и вот все вот эти вот мрази которые катаются на яхтах и живут во дворцах которые они не заработали которые они украли у российского народа и мы абсолютно плевать и мы абсолютно плевать на этих пенсионеров и самое то что обидно вот сидят вот эти пенсионеры смотрят нтв там до в клиентской зоне смотрят вот эти новости там какие-то новости показывают какой-то там французский президент где там там на средиземном море отдыхают да на какие средства и вот кивают головой и вот на выборы они пойдут живут на выборы вот в основном же пенсионеры ходят на выборы и проголосуют сами знаете за кого и опять будут нищенствовать вести вот этот нищенский образ жизни вот продолжать потому что вот ну нет критического мышления вот потому и так вот и живем автоваз производит вот такие вот дерьмовые машины миллион сто машина стоит и пенсионеры наши нищете живут и ничего не меняется десятилетиями он собака там срёт прямо на паркинге вот хозяйка ведь не пойдет живет не уберет на стола собака и побежал застраданцы застраданцы обидно все это дело обидно а так вот так ну ладно всем вот такого вот голубого неба мирного желаю удачи здоровья все всем пока